Спасибо, господин председатель. Я хочу прежде всего поприветствовать всех министров, присутствующих сегодня в зале. Спасибо, господин председатель. Спасибо, господин председатель. Мы понимаем их законное нетерпение. Они хотят узнать правду. Они хотят, чтобы те, кто виновен в этой катастрофе, понесли ответственность. Господин председатель, нужно напомнить, что в резолюции 2166 Совета безопасности, которая была принята после этой трагедии в июле 2014 года, в этой резолюции говорится, что необходимо, чтобы виновные в этой катастрофе понесли ответственность. Там говорится также, что все государства должны полностью поддерживать усилия, направленные на то, чтобы установить виновных. Согласно предварительному докладу, который был обнародован 10 сентября 2014 года Голландским бюро по вопросам безопасности, самолет развалился в воздухе. В результате я цитирую структурное разрушение из-за воздействия многочисленных объектов с высокой кинетической энергией из-за пределов самолета. Но не было уточнено происхождение этих объектов с высокой энергией. Господин председатель, чат поддержал и всегда будет поддерживать все усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы обеспечить правосудие с тем, чтобы виновные в уничтожении этого самолета понесли ответственность. Мы благодарим делегацию Малайзии, которая представила проект резолюции по этому вопросу, где предлагалось создать Международный уголовный трибунал. Мы с самого начала поддерживали идею создания такого трибунала для того, чтобы судить тех, кто совершил это чудовищное преступление по целому ряду причин. Во-первых, это будет соответствовать требованиям резолюции 2166, которая была единодушно принята Советом Безопасности после этой трагедии. Там требуется сделать все, чтобы те, кто виновен в разрушении малайзийского самолета, предстали перед судом. Второе, это нужно сделать, чтобы почтить память жертв этой трагедии. Мы хотим заявить еще раз о нашей полной солидарности с их близкими. Мы понимаем их законное нетерпение, они хотят, чтобы была установлена правда, чтобы восторжествовала справедливость. Мы также разделяем мнение многочисленных делегаций, представленных в этом зале сегодня. Третье, необходимо гарантировать авторитетное, независимое, беспристрастное расследование для того, чтобы восторжествовало правосудие без какого-либо давления. Необходимо обеспечить сотрудничество и поддержку со стороны всех государств с этой целью. И последнее, четвертое, мы должны дать решительный сигнал всем, кто может попытаться в других конфликтных зонах совершить нападение на безопасность международной гражданской авиации. С учетом всего вышесказанного, чат проголосовал за проект резолюции, представленной делегацией Малайзии. Но, к сожалению, этот проект не был принят из-за того, что один из постоянных членов проголосовал против. Мы глубоко сожалеем, что этот проект не был принят советом. Несмотря на то, что этот проект резолюции был отклонен, мы будем по-прежнему поддерживать любые усилия, направленные на то, чтобы обеспечить правосудие. И мы призываем заинтересованные страны, а также членов Совета Безопасности сделать все возможное для того, чтобы оправдать законные отчаяния близких погибших. Спасибо.